Агрохолдинг «Русское молоко» Акционерное общество «Ваш финансовый попечитель» основано в 1992 году и на сегодняшний день является многопрофильным инвестиционным холдингом, работающим в области девелопмента, промышленного и гражданского строительства, агробизнеса. Группа объединяет более 30 предприятий разных сфер бизнеса, на которых работает свыше 6000 человек. Стержневая компания группы «Инвестиционная компания», акционерное общество «Ваш финансовый попечитель» – одно из первых на российском рынке получило полный комплекс лицензий на осуществление профессиональной деятельности на инвестиционном рынке. Исключительно из натурального молока, посредством определенных технологических процессов, без консервантов, добавок сухого молока и так далее. У нас, говорят на языке профессионалов, скоропорт. Именно это позволило нам, собственно говоря, на сегодняшний момент, ну, скажем так, с очень незначительными затратами на рекламу, нам, холдингу, продвинуть эту продукцию на Москву. То есть люди просто приходят, пробуют, но разницы-то особенно никакой. И вот стоит там 20 пакетов, появилось 21-й. А вдруг оказывается, что по вкусу это то молоко, которое когда-то мы с вами в детстве у дедушки и бабушки пили. То есть вот вплоть до такого, да. Объединение восьми сельскохозяйственных предприятий, молокозавода «Русское молоко», комбикормового завода «Богородский» в единую агрохолдинговую структуру было задумано новым собственникам не случайно. Была поставлена задача дать новый импульс развитию сельского хозяйства в районе, поднять производство молочной продукции на уровень конкурентоспособной, отвечающей потребительским предпочтениям, с высокими качественными характеристиками, превратить аграженный сектор в успешную и динамично развивающуюся отрасль. Сегодня деятельность в этом направлении представляет неотъемлемую часть комплексной программы по развитию всего Русского района, нацеленная на его хозяйственное и культурное процветание. Соблюдение технологий возделывания культур. Для этих целей в холдинге в прошлом году и за все последующие, скажем, 4 года, которые работает агрохолдинг, приобретено достаточно большое количество сельскохозяйственной техники, импортного в основном и отечественного производства. Приобретено только в 2006 году более чем на 20 миллионов сельскохозяйственной техники. Имеется в виду это и трактора, это и прицепная техника кормоуборочная, это и дуг, так называемый, для обработки дезинфекции животноводческих помещений, а их у нас насчитывается 44 помещения животноводческих. Всю эту технику, конечно, можно посмотреть, она находится у нас на базе МПС. С момента создания агрохолдинга планомерно производилась реконструкция ферм и техническое переоснащение молочного завода. Сегодня завод «Русское молоко» ежедневно перерабатывает 50 тонн сырого молока. Восстановлено поголовье скота 9 тысяч голов, из них 4 тысячи дойное стадо. Развивается растеневодство и производство кормов. Обновлен парк техники. В 2006 году в хозяйствах холдинга было приобретено пусть в обрабатывающие, кормоуборочные и прочие сельхозтехники на сумму 2,5 миллиона долларов. Благодаря созданной производственной сырьевой цепочке осуществляется строгий контроль качества выпускаемой продукции. В настоящее время проводятся мероприятия по внедрению на молочных предприятиях холдинга системы менеджмента качества согласно международному стандарту ИСО 22000. В 2005 году мы узаконили положение управляющей компании, получили все согласование ФАС. И на сегодняшний момент все принципиальные решения с инициативой снизу приходят в управляющую компанию. Мы оцениваем, принимаем решения, рассчитываем все риски, определяем оптимальный путь. Дальше процедура идет в обратную сторону. Вот такой подход в целом, сейчас есть такое модное выражение, очень часто употребляют, делаю по делу и не по делу, вертикальная интегрированная система. Ну вот хорошо, у нас тоже вертикальная интегрированная система. Сегодня, благодаря высоким качественным и вкусовым характеристикам продукции русское молоко, спрос на нее значительно превышает предложение. Поэтому в ближайшие годы планируется увеличить объемы производства. Совместно со специалистами голландской компании Free Asian Agro Consultancy в 2005 году разработана комплексная программа развития агрохолдинга, рассчитанная на 6 лет. Она предусматривает проведение в соответствии с международными стандартами реконструкции завода и 25 молочных ферм. К началу работ по реконструкции и техническому перевооружению приступили в июне 2006 года. Это позволит увеличить количество перерабатываемого на молочном заводе молока до 100 тонн в день, повысить его качество и перейти к выпуску соответствующим международным стандартам экологически чистой продукции, в том числе класса премиум. В рамках национальной программы поддержки развития аграрно-производственного комплекса в обществе с ограниченной ответственностью «Прогресс». Хозяйство «Прогресс» имеет общее поголовье 2100 голов, в том числе до иного стада 910 голов. Сейчас мы находимся в родильном отделении табловской фермы, где коровы до растела поступают с других ферм. Рядом две фермы у нас находятся, сюда поступают, здесь они телятся. С правой стороны у нас имеется телята, которые уже после рождения. Здесь мы выпаиваем сначала молоком, молозию, потом это молоко, это цельное ихнее. Потом уже переводим на сухое молоко. После этого все эти телята через месяц-полтора переходят уже на другие фермы. Переводим, где у нас имеется замкнутый цикл. Удобрение биогумус создала природа. Дождевые черви перерабатывают любую органику. Навоз, растительные пищевые остатки. И пропустив ее через свой пищевод, выделяют капролиты, гранулированные частицы, то, что и называется биогумусом, которые содержат все необходимое для питания растения и делают почву плодородной. Человек только создал новую популяцию червей, во много раз более производительную, чем обычные дождевые черви. В этом удобрении биогумус абсолютно отсутствуют химические добавки. Многие развитые страны уже законодательно запрещают своим фермерам использовать химические удобрения при выращивании сельхозпродукции. Ведь известно, что остатки пестицидов, гербицидов и нитратов накапливаются в организме человека и вызывают различные заболевания. От аллергии до рака. Если мы хотим есть экологически чистые продукты питания, у нас один выход – жить по законам природы и использовать биогумус. Альтернативы биогумусу, агрогумусу нет. Как ни парадоксально, но сегодняшние линии по производству биогумуса разработаны еще советскими учеными. Агрохолдинг «Русское молоко» – одна из многих российских компаний, занимающихся производством этого продукта. Биогумус – это новое органическое удобрение нового поколения, которое перерабатывается дождевым червем старателей. Разработан нашими русскими учеными и гоненным Анатолием Михайловичем Владимировского института. Единственное требуется наличие техники и строительства. У нас имеется 12 таких огромных хранилищ, их просто надо оборудовать для круглогодичной работы. И мы будем получать где-то около 20 тысяч тонн чистейшего биогумуса. И можем его вносить также за место минеральных удобрений к себе в почву. Агрохолдинг «Русское молоко» был создан в Русском районе Московской области в 2003 году по инициативе и под непосредственным руководством Василия Бойко. В его состав вошли 8 из 10 сельскохозяйственных предприятий района – комбикормовый завод «Богородская» и молочный завод «Русское молоко». Сегодня «Русское молоко» – это производственная компания полного цикла – от поля до прилавка, с оптимальной для молочного производства вертикально интегрированной структурой и централизованной системой управления. С одной стороны, мы обеспечиваем качество того молока, которое на сегодняшний день нам необходимо, чтобы снабдить молоком «Русский молочный завод» и произвести необходимое, расчетное, просчитанное нашими аналитиками количество молочной продукции, для того, чтобы завод был прибыльным, а завод прибыльный. Получить источники финансирования для того, чтобы начать реконструкцию техперевооружений и с увеличением мощностей. Соответственно, следующим шагом идет строительство новых объектов молочно-товарных ферм и, естественно, обновление поголовья дойного стада. И вот это абсолютно прибыльно. В продукции Агрохолдинга является линия натуральных молочных, кисломолочных и лечебно-профилактических продуктов торговой марки «Русское молоко», в производстве которых принципиально не используется сухое молоко, заменители молочного жира, консерванты и другие искусственные добавки. «Русское молоко» неоднократно становилось призером ведущих российских выставок и конкурсов. Но главная награда – это выбор покупателей. На сегодняшний день Агрохолдинг поставляет свою продукцию более чем в 350 оптовых и розничных компаниях, среди которых в сети гастрономических бутиков и супермаркетов класса «Делюкс», а также в Московскую городскую думу и правительство Московской области. Для нас 2006 год, он был определенным, таким, знаковым годом на самом деле. Для того, чтобы в нас поверили, что мы пришли на эту землю не порушить коровники, как это в большинстве районов и не только Московской области, не строить здесь какие-то Шанхаи, то есть все, пришли варяги, они ничего делать не будут. Пришлось достаточно долго бороться именно за свое имя. И в 2006 году, в марте месяце, коллегия Минсельхоза включила одно из хозяйств Агрохолдинга «Русское молоко» ООО «Прогресс» в национальную программу по строительству нового животно-ооческого комплекса на 2000 голов дойного стада со шлейфом, ну то есть с молодняком, с нителями. Это новая современная технология, сейчас этого достаточно много уже и в Подмосковье, и в ближайших областях. Это первая составная часть, следующая ступень нашего развития. Свою миссию группа компаний «Ваш финансовый попечитель» видит в участии в развитии новых направлений в экономике России, в строительстве гражданских и промышленных объектов на уровне лучших мировых образцов, развитии производства экологически чистых органических продуктов, а также в создании объектов и компаний, объединяющих лучшее, что есть в Западной Европе и Америке, с российскими национальными традициями, способствующих возрождению России, как мощной современной европейской и мировой державы. Редактор субтитров А.Семкин